Хозяйка пятилетнего чина Евгения не может без слез говорить о том, что произошло с ее любимцем. В воскресенье после прогулки у пса отнялись лапы. В судорогах он упал на пол. Я стала обзванивать уже собашников. Ну и когда вот мне сказали, как умерла Джоня, что тоже в принципе как-то резко такое. Вот она спала и во сне она как бы завизжала. Было очень страшно. Конечно, хозяйка Джоня Евдокия сказала, что не тяните, потому что в принципе вот эти вот такие приступы, они вроде как проходят, а потом сразу повторяются. Хозяева повезли любимца в ветеринарную клинику. В восемь часов Чин находился под капельницей. Чудом его удалось спасти, но катетер из лапы вынимать не стали. Процедуру с капельницей повторяли еще пять дней, утром и вечером. Ну с этим другом у нас будет все в порядке. Он уже у нас кушает, пьет водичку. Осталось немножечко его поддержать. Капельница у нас сегодня последняя. Да, мой хороший? Еще какое-то время придется восстанавливать физическое здоровье собаки уколами и таблетками. Но сколько понадобится, чтобы психическое здоровье Чина пришло в норму, непонятно. Ведь яд действует на центральную нервную систему. Он даже в дом пришел, это как будто бы привели маленького щенка, который начинает изучать новую территорию. То есть для него все это было совершенно чужое. И сейчас он до сих пор все равно не ласкается. То есть он очень такой ласковый, добрый. От него, может, ему очень тяжело, наверное, сейчас. Как и 20 его собратьев, которые в эти выходные отравились в Сертылово. Это только те, которые выжили. 10 собак спасти не удалось. Люди в растерянности. Кому могли помешать лучшие друзья человека, чтобы с такой жестокостью с ними расправляться? Животные умирают в тяжелых муках. Хозяева боятся выводить на улицу своих любимцев. В полицию написали заявление. Полиция пока не реагирует никак. Хозяева пострадавших животных стараются предупредить других собаководов об опасности. Более того, они организовали собственный патруль. Несколько раз в день люди обходят те места, где обычно выгуливают своих питомцев. Как выглядит отрава, они уже знают. Это небольшие куски фарша, смешанные с ядом. За помощью собаководы Сертылова обратились к местным властям. Хотим, чтобы администрация усовершенствовала безопасность Сертылова, установила дополнительные камеры наблюдения. Чтобы в такой ситуации, если были бы дополнительные камеры, было бы их больше. Возможно, было бы увидели, кто это делает, лица конкретные. В своем письме собаководы попросили и об отдельной площадке для выгула. Согласны самостоятельно оборудовать ее. Считают, что так будет легче уберечь своих питомцев. Уверены, что смогут за ней следить. Но обсудить это с кем-нибудь из представителей власти мощных раньше середины декабря не получится, потому что прием только два раза в месяц. Сколько еще четвероногих друзей пострадает к тому времени, предугадать сложно. А может, и не только их. Куски фарша с отравой были найдены на территории детского сада и на школьном дворе.